Пожиратель смерти, спрашиваешь. У нас такие у него аутарки, Игоря, я не знаю, они страшны немножко. Да, опасно. Буду очень тщательно отвечать на его вопрос. Так, мне сказали нажать сюда. Доброго времени суток, дорогие зрители. С вами Вечерний Кадык, и сегодня в гостях у меня Ярослав Мепошка. Да, вот он. Но сегодня, но сегодня, особенный выпуск. Он будет просто играть, а я буду отвечать на ваши вопросы. Вот так вот, да. Ну потому что что? Потому что он капитан, он должен быть весь в игре. Весь в мыслях о пике, весь в мыслях о своей команде. Вчера произошел неловкий момент, мы проиграли команду Натус Винсера. И я решил, что есть у нас обязательство перед фанатами, и мы должны как-то объясниться, как-то поотвечать на ваши вопросы, дать какой-то вам, так сказать, ответ. Значит, поехали. Сообщите ему, пожалуйста, что он самый классный, плиз. Спасибо, Сергей. Алексей, ты тоже ничего. Ой, какой-то агрессивный вопрос. В общем, зачем брать Алхимика, 1,5 я пропустил перед Алхимиком, когда вы не можете на нем, зачем брать нас пиком Пуджа, если и так, ну, в общем, были кое-какие наработки, где-то мы потерялись в пиках, где-то что-то не пошло. В общем, так получилось, ребята. Простите, в следующий раз мы не возьмем там. Все. Грейфа сейф много помогает. Помогает. Листвали гости. Что? Листва ли ты? Ты листва? Какая листва? Я вот тоже не знаю. Почему так мало игр на акции? Я могу ответить на этот вопрос. Я умер в лесу от нейтральных репов случайно. Ну, засмотрелся на мидл. Там Ростик что-то интересное рассказывал. Ну, и умер. Да. Ну, и после этого акции мне не пикают. Так, изменила ли команда поведение ФНа, как игрока? Стал ли он менее токсичен? Ростик тебе – душа любой компании, поверьте мне. Это после прихода в нашу замечательную команду. Как оцениваешь игру Солона Рубрика? С высока. На какой роли кроме хардлейна хотел бы играть? Ну, может быть на кэри, но вообще хотел бы играть дальше на хардлейне. Вилкой глаз или на хг посидеть раз? Ложкой поребру лучше. Как они готовятся к матчу? Оцениваете только скилл противников или человеческий фактор тоже играет роль? Да, у нас есть шкала скилла противников, так сказать. И в зависимости от показания на этой шкале, мы готовимся к игре усердно, средне или вообще не готовимся. Как перестать фидеть на хардле и быть полезным? Это лучше у меня не спрашивать. Я не знаю. За кого будешь болеть на мажоре? Считаешь ты, что все твиты Lila оправданы и WP действительно хороши, чтобы их игрок выдавал подобное в своих соцсетях? Считаю, что твиты Lila это дело организации Virtus.pro. Почему мы проиграли Na'Vi? Потому что где-то себя перекликали, где-то слабее сыграли, вот поэтому и проиграли. Гениально. Все верно. И Ротлап согласен с этим утверждением? Ага. Согласен. У тебя, как у хардлейнера, бывает, что надо поспейсить, но ты не можешь сделать это теоретически. Что делать в таких ситуациях? Ну, Влад Короткий, я тебе могу посоветовать так. Если ты не можешь поспейсить теоретически, спейси практически, Вернет ли Восик пик в груду? Как я могу вернуть пик в груду, если только мой капитан может это сделать? Ярослав, вы вернете пик в груду? Если посчитаем нужно. Спасибо. Какой настрой на дак? Приподнятый. Как повлиял Буддкемп на игру вашей команды? Ну, Буддкемп повлиял, наверное, будоражаще на игру нашей команды. Какое слово существует вообще в природе? Будоражаще. Будоражаще. Да, думаю, да. В общем, погуглите, кто не знает. Хорошо. Спасибо. Как ты чувствуешь себя после поражения? Будешь ли я пытаться улучшить свою стратегию? Если да, с чем я не сомневаюсь, то как? Чувствую себя странно. Будем ли мы пытаться улучшить свою стратегию? Конечно, будем пытаться, но в чем я тебе не раскрою. Вот так. Увидишь на даке. Как сильно изменилась твоя жизнь после перехода в Team Empire? Какой странный вопрос. Никита Фалин. О, вместо работы поэт. Но это все, в принципе, объясняет философский вопрос от поэтов. Изменилась только к лучшему. Вот так. Это провокационный вопрос. А мы устали от провокации. Да, да. Мы не поддаемся ни на какие провокации. Пицца с какой начинкой самая вкусная? С начинкой, которую выбирает Ростислав. Самая вкусная пицца всегда. Обращайтесь к нему по этим вопросам. С креветками там, с ананасами вместе, с курочкой, с жареными грибами. Вот это Ростислав. Спрашивал Дмитрий, я тебя спрашиваю. Андрей, сколько жмешь? Ну, серьезно ответить, Игоряна, или так, типа, порофлить? Сколько жмешь? Больше или меньше? Больше. Красавчик. Давай дальше. В чем заключается в вашей тренировке, кроме, собственно, КВшек, разбора в реплее, т.д.? Пробуете ли героев, которые крайне далеки от метра? Иногда. Ну и да, хлопаем себя по плечу, там, типа, за столом все вместе сидим, там, общаемся, конечно, там, тимбилдинг, сам понимаешь, помимо КВшек. В команде вообще кто-нибудь пригорает? Если да, то кто чаще? Я. Ты или я? Я пригораю больше. Да, Игоряна пригорает больше всех, и нам приходится его успокаивать, говорить, Игорь, в твоем возрасте уже волноваться не стоит, успокойся. А Ярослав горит? Нет, Ярослав очень спокойный молодой человек, как вы можете видеть сейчас по его лицу. Два хайграунда Гостику за мой счет, а если серьезно, очень классный игрок, не самый лучший, но хороший. Отличный комментарий, отличный вопрос, не самый лучший, конечно, но хороший. Но хороший, да. Каково, а, так вот тут, каково это смотреть на людей свысока? То есть ты порохлил раньше, чем Челик задал тебе вопрос? Не плохо, не плохо. Может он где-то здесь? На какое место на турнире ДАК рассчитываете? На призовое. Там же все призовые. Почему империя хейтит Лила, вы же серьезная организация? Привет, Кингер. По-моему, просто привет, Кингер сказал, между делом тебя знаешь. Никто никого не хейтит, как такая замечательная организация, как Team Empire может кого-то хейтить? Она всех любит. По-своему просто, мне казалось. Как команде по частям ралли, не говорите, но это было. Ну, короче, по частям ралли все отлично. Мы, конечно, расстроились, помолчали минут пять, после поражения. Восемь, я засек. Восемь, да. Но потом мы... Потом Ростислав поднял руки кверху. И похлопал в ладоши. Похлопал в ладошки, сказал, ребята... Все будет, но не сразу. Да, именно так он сказал. На самом деле он сказал, что он нафейлил на какой-то минуте на Урсе что-то там. А я сказал, я нафейлил на Кентаури, а Ринан сказал, я нафейлил на Виверни. Мы все заплакали, поцеловались, и поехали на ДАК. Я тащил их уже. Да, ну вот. Кого? Чесла. Чесла. Кого ты там тащил? Вована. Когда Вован подаблеваем в стан Белгероя, он говорит, да тащу-ка, дядя Бог, Вован. Иди со мной приятней, чем с Андрюхой. Появляется вопрос, опекаетесь ситуативно, или есть какой-то план, которого вы придерживаетесь? Придерживайте. Ярослав, вы придерживаетесь? До игры есть план? А, ну да, Ярик, пусть отвечает. Ой, я могу ответить. Давай. Начались пики. Ну, первые двух героев определяем изначально, каких-нибудь там. Если, конечно, брак позволяет, так сказать, их взять. А потом, вот, пик начинается, мы такие думаем, этот, этот там, а может вот этот, а потом еще четвертый взлетает. А время смотрим, 20 секунд осталось. Ну, блин, такие. Ну, давайте и с этим. Давайте. Ну, и все. А четвертый, обычно какой-нибудь, давайте, может, с алхимиком поиграем. Ну, и там, опять же, как пойдет. Вот. Спасибо, Ярослав. Как вам, нравится быть гостем в Вечернем Кадыке? Нет. Нет? Ярослав, держите нас в курсе. Все, что я могу сказать. Это был специальный выпуск Вечернего Кадыка. Как всегда, днем, как всегда, с буткемпа. Сейчас я уезжаю в свой город Чернигов, и увидимся с вами на Даке, дорогие зрители. Всем удачи. Будем держать вас в курсе. Хорошо. Что? Не понял. А? Что? Что? Еще раз. До свидания. Повтори. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok